Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вы знаете, я не совсем до конца продумал то, о чем я сейчас буду говорить, поэтому прошу строго не судить, сразу скажу. Вот я читаю каждый день новости, вы знаете, и телеграмме постоянно. Ну, что ты смотришь, политику для телеграм-канала, для Рудь-Юб Будда Гришна, здесь культура, все подряд. И вы знаете, я в какой-то момент, ну, это можно очень длительное время выдерживать, вот мне кажется, что мы сошли с ума уже просто вообще абсолютнейшим образом. Я не имею в виду себя и вас, хотя, наверное, отчасти, может быть, и мы тоже, я имею в виду человечество, общество. Вот, вы знаете, я читаю новости, в 95 из 100 насилия маньяк изнасиловал, собаку зарезали, машина врезалась в установку. Там прилет, там отлет, там сирены сработали, люди убегают. Здесь выступают, вышли в поддержку, там, другого государства. Там при содержании кого-то стрельнули, здесь кого-то пырнули, здесь какие-то подростки кого-то избивают. Школьницы, смотришь, дерутся, ужас, девчонки друг друга лупцуют. Эти снимают, давайте быстрее. Деритесь, мы снимаем. Это ужас, это ужас. Причем я не имею в виду только нашу страну, я имею в виду вообще весь мир. Может быть, все-таки что-то с нами не так. Вы понимаете, негативные новости, может быть, они, конечно, вызывают что-то, но ведь они не просто негативные новости. Это повсюду сейчас. И я стал снимать короткие видеошортсы. С какими-то моментами, мгновениями накладываю музыку. Какие-то, ну, красивые какие-то моменты, да. И иной раз, мне почему это дело? Мне самому это нравится. Вот в этот момент на какие-то мгновения ощущаешь, когда йогой занимаешься, или там бежишь, или плаваешь в бассейне. В эти моменты, как будто ты очищаешься от всего этого. Как будто вот что-то хорошее. Что происходит в газе? Господи, сколько этих младенцев я пересмотрел на видео. Но это же невозможно. Невозможно представить себе, что это в реальности может происходить. Сейчас, в 21 веке, когда, казалось бы, люди научились взаимодействовать, разговаривать, изобрели до хрена всяких разных этих инновационных всяких предметов, с помощью которых можно там беседовать, не знаю, что угодно делать, предавать огласки, все плевать на все. Движения неонацизма в разных странах отменяют историю, переписывают, сносят памятники тем, кто освобождал советским воинам, ставят памятники нацистам. Я просто не понимаю. Я иногда смотрю и думаю, там действительно все сходят с ума, что ли? Или что происходит? В Португалии мужик побеждает в конкурсе красоты, потому что он сегодня все чувствует женщиной. Фигурное катание, мужик катается, выходит мужчина, считает себя женщиной в боксе, побеждает, и они радуются, но он физически сильнее по первичным половым признакам. Он мужчина. Естественно, он победит. Четырехлеткам в Шотландии дают 21 пол. Я два знаю, мужчина, женщина. Я просто больше не понимаю, какие могут быть. Какой еще пол может быть? 21, выбери какой-то сегодня пол. Мне кажется, в какой-то момент в стремлении к свободе, а к нам же все пришло с Запада за последние 30 лет, в любом случае, в стремлении к свободе там. Вы знаете, друзья, мне кажется, есть какая-то черта. Она уже давно пройдена. Не может быть свободы в абсолюте. Когда мужчина решил быть женщиной, и он женщина сегодня. Когда женщина решила быть женщиной, мужчина, и она мужчина. Понимаете, когда там доходит до смешного, мужик решил быть собакой сегодня. Вот он сказал, то есть вместе с собакой. Или вот он решил, что он ребенок, он идет в детский туалет, и они там говорят, но это же свобода его, это демократия. Это не демократия. Это не демократия. Это, я даже не знаю, как сказать, это хренократия какая-то. Понимаете, потому что свобода – это внутренняя ответственность за себя, за общество, за страну. Свобода должна уравновешиваться духовным развитием, пониманием того, что ты мужчина, ты женщина, ты идешь в мужской туалет, а ты в женский. А у нас какая-то, я имею в виду у них, но и к нам все же приходило. Сейчас вот с момента начала операции многое меняется, но все равно, последнее. Дома два у нас тоже показывали. Все это, вы понимаете, когда показывали дом два, и можно было включить и смотреть на экранах, как там девки переодевают трусы и обсуждают мужиков, или одна в другой рассказывает, со сколькими она переспала и так далее. что это такое вообще? Это деградация, это не эволюция, это общество идет по пути деградации. Я считаю, что не надо ни от кого ждать чего-то. Не надо думать, что кто-то придет и спасет. Не надо думать, что кто-то должен. От каждого из нас зависит, от каждого из нас зависит, какими мы будем. Я считаю, что лучший психотерапевт, лучший мотивационный тренер, я не знаю там, лучший наставник, это зеркало. Каждый из нас должен подойти к зеркалу и спросить себя, что я делаю для того, чтобы общество было другим. Если кажется, что ну чего уж там один человек, я могу, вон я выхожу, вон все мусор бросают. Каждый, каждый по чуть-чуть. И не только у нас. Там у них надо, чтобы они немножечко тоже пришли в ум разум. Там есть светлые головы, которые сомневаются и говорят, что может мы все-таки слишком уже в свободе своей куда-то не туда ушли. Может все-таки неправильно, когда мужчина, ты, кстати, в боксе участвует в женском, считаешь, что он женщина. Просто когда смотришь, понимаете, созидательных новостей, вот созидательных, что случилось вот там-то, вот не знаю там, вырастили новый сад. Посадили новые цветы, подарили то-то, сделали людям хорошо, провели водопровод, включили то, люди помирились, играют вместе. Такое впечатление, как будто у нас время именно вот, знаете, такого несозидания совсем. и чтобы это не стало последним временем, потому что то, что творится там, да и вообще на планете сейчас в геополитическом смысле, это порог Третьей мировой. я считаю, что действительно, каждый из нас должен огромную работу проводить внутри себя, в первую очередь, духовную, передавать это своим детям. Я считаю, что если мы эту работу просто не будем проводить, не надо пенять, что вот они, да, это все от них там идет из запада, но мы же, как мне написал подросток, а что ругаете? Это же вы разрешили, чтобы дом 2 лишил в 16 лет. Не надо, знаете, говорить, что там на западе, не на западе, надо себя, а там найдутся те, кто сами тоже себя начнут. Я считаю, что если мы не начнем сейчас каждый вот эту внутреннюю духовную работу проводить, то это вот точно святые писания были, знаете, описывая последние времена. Вот мне кажется, мы сейчас в этих временах практически уже находимся. Вот просто так вот как-то в свободном формате, вы знаете, обращение к зрителям и подписчикам просто придет какая-то мысль. вот недалеко совсем от меня играют на рояле. Может быть, вы слышите сейчас. и вот в этот момент вот эта музыка, а вот кто-то запел, рояль, и кто-то поет. и вы знаете, в этот момент какое-то ощущение тепла, позитива, какого-то, какого-то жизнеутверждающего, чего-то такого. а с другой стороны, ты открываешь, да можно и не открывать, понимать реалии, представлять на передовой, как ребята лежат в мокрой земле с биноклями, да и не с биноклями, всматриваясь туда, в темноту. Как им тяжело, что это, понимаете, это невозможно, это я считаю, что все, что происходит, это следствие наших мыслей. Вот коллективно то, что происходит, землетрясение, наводнение, военные конфликты, я считаю, что все это следствие слома в мышлении человечества, которое пошло с запада, когда не было предела свободы и которое пришло к нам. Слома в голове и смещение с духовных ценностей в так называемое, как я говорю, потреблятство, когда подрастающее поколение, которое уже выросло, ценит не жизнь, ценит не запах осени, оценит яхты, тачки, моря, океаны, деньги. Вот эта закулисная элита, если можно такое назвать, которая управляет всем, видимо, им выгодно, вот, чтобы так было, потому что вот. Может быть, у вас тоже найдутся какие-то мысли по этому поводу, друзья, пишите в комментариях, с вами был Бунда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном, комментарии, в описании к видео для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Бунда Гришна, подписывайтесь на мой телеграм-канал Бунда Гришна, новости, новости в формате 24 на 7, все новости из разных источников в одном месте, политика с моими комментариями, все это телеграм-канал Бунда Гришна, новости. Друзья, я по вашему совету создал канал на Рутюб, там только политика, стараюсь обновлять более или менее, но выкладывать, так скажем, своевременно ролики, поэтому российская платформа Рутюб, канал Будды Гришна, успехов, здоровья, всем пока, до встречи, будьте счастливы, друзья.